Всем привет, меня зовут Богатей Жиди. Что-то назревает на рынке прямо сейчас. Сегодня ММ Крипто покажет вам несколько технических и фундаментальных индикаторов и то, каких коллаборация может повлиять на рынок в целом. Это паразит даже самых скептически настроенных трейдеров. А ссылка на оригинал будет как обычно в описании под видео. Если вам нравится такой вид контента, не забывайте поддержать лайком. Вы бы знали, как сильно это мотивирует как можно более оперативно делать переводы таких важных апдейтов о цене биткоина. Но прежде чем мы начнем, ребята, хотелось бы снова ответить тем, кто до сих пор спрашивает о моей закрытой группе. Ребята, доступ в группу пожизненный и это даже не покупка с вашей стороны, а участие в складчине. Я не продаю никакие сигналы, как многие пишут. Это аналитика, которую продаю не я. Ее продают различные инвестиционные фонды и финансовые институты. У меня не было 20 тысяч долларов, чтобы купить это все сразу. Но с вашей помощью мы это делаем. Более того, большую часть этой информации продают помесячно или максимум на год. Поэтому я вынужден еще и оплачивать эту аналитику каждый месяц и каждый год. Поэтому тестовый период, как некоторые просят, я предоставить не могу. Это значит слив информации за бесплатно. Я не могу поступить таким образом, потому что это будет нечестно по отношению к тем людям, которые в этой складчине участвовали. Чем больше мы соберемся, тем больше информации мы сможем купить и тем дольше сможем ее получать. Какой процент с этого получу я, спрашивают меня в закрытой группе. Боюсь, за пару лет оплаты таких аналитик я не получу вообще ничего. Если вас интересует более подробная информация, ссылка на видео будет в описании. Там я все рассказал. Ну и ссылка на то, как поучаствовать в складчине, тоже будет в описании. Ну а хейтеры... Ну что ж, без хейтеров никуда. Ну а теперь поехали. Давайте начнем с технических индикаторов, после чего перейдем к фундаментальному анализу. Этот индикатор называется EMA Weekly Ribbon. Ребята, проще говоря, это такой трендовый индикатор. Он представляет из себя комбинацию средних скользящих разной длительности, наложенных на один и тот же график. Все вместе это похоже на ленту. Трейдеры могут определить силу тренда, исходя из расстояния между средними скользящими, а также области поддержки или сопротивления актива. В том числе, эти ленты могут служить сигналом о смене тренда, если цена движется сквозь них или же ленты сами пересекаются. Ссылку на эту статью я тоже оставлю в описании. Кстати, сам сайт очень полезен, хоть и на английском. Поизучайте как-то на досуге. Продолжаем. Очень важно уделить этому индикатору свое внимание, так как в комбинации с фундаментальными индикаторами это просто раскроет вам глаза. Итак, что же мы можем здесь увидеть? Это очень интересно. Мы видим разные средние скользящие, а вместе они составляют ленту. После того, как этот пузырь лопнул, мы видели, как цена болталась вокруг этой ленты. С тех пор, как цена пробила полосы Боллинджера и нисходящий треугольник, она таки оставалась под средними скользящими, чтобы выдавить с рынка слабых трейдеров. Теперь это становится забавным, так как мы стали приближаться к ленте Риббана снова, но большая зеленая свеча все-таки отскочила от наивысшей скользящей вот здесь. Что же это значит? Обычно, чтобы понять, что произойдет, нужно посмотреть, что уже происходило. Я нашел такую же картину, ребята. Это просто взрывает мозг. Вы видите, что цена также болталась вокруг ленты, потом она упала ниже линий, чтобы выдавить с рынка всех неверующих. А теперь посмотрите на это, ребята. Цена приближалась к ленте, но на самой верхней линии также была отброшена назад. После чего рынок избавился от последних слабых рук. Ребята, если кто-то не понимает, что такое слабые руки, вот объяснение. Weak hands – слабые руки. Термин, применяемый для указания на инвесторов, которые спешно избавляются от своих активов при краткосрочных падениях их рыночных курсов. В нашем случае продают свои криптовалюты на падениях. Поехали дальше. После этого цена снова приблизилась к ленте, пробила ее и оставалось над ней продолжительное время. Вы знаете, чем закончилась эта история. Сейчас мы наблюдаем такую же историю. Поэтому теперь время принимать судьбоносные решения. Если мы пробиваем эту ленту и остаемся над ней, очевидно мы находимся в начале большого роста. Если цена оттолкнется от этой верхней линии, нас ожидает и некоторый период, когда рынок избавится от последних слабых рук. Помните, несколько дней назад в крайнем выпуске с DaVinci он прогнозировал это с большой долей вероятности. Еще один последний слив перед ростом. Но без достижения новых минимумов. Кстати, ребята, я перевел тот выпуск. Ссылку на него я оставлю в описании. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Там очень важные мысли DaVinci о будущих движениях биткоина и рынка. Теперь фундаментальные индикаторы. Если кто-то из вас помнит, это логарифмический график биткоина, на котором видно дельту и Realized Cap. Друзья, если кто-то из вас не знает или не помнит, что это такое, ссылку на видео, в котором эти индикаторы объясняются, вы найдете в описании под видео. Быстрое напоминание. Если цена находится над линией Realized Cap, мы понимаем, что большинство трейдеров торгуют с прибылью. Если же ниже, значит большинство торгуют в убыток. Итак, если вернуться в прошлое, мы приближались к этой линии, быстро пробили ее, а после упали ниже для последнего слива. Как только цена вернулась выше этой линии во второй раз, она оставалась над ней на протяжении всего бычьего рынка. Точно такая же картина наблюдается прямо сейчас. Цена упала ниже, выбивая слабые руки с рынка. Причем забавно, что это происходит в тот же момент, что и этот технический индикатор здесь. А теперь посмотрите, цена поднялась выше линии Realized Cap и одновременно приблизилась к верхней границе ленты Риббана. Что же происходит? Если вы посмотрите это видео и сложите ту информацию с информацией в этом ролике, вы поймете, что это судьбоносно для рынка, который был медвежьим. Пересечение линии Дельта означает, что это было дно. Так же, как и в прошлом, вот здесь. С большой вероятностью это и было дно. Поэтому сейчас у нас практически идентичная картина, когда большинство трейдеров торгуют с прибылью. Но цена должна оставаться над этой линией, должна подтвердить, что и останется над ней в будущем. Чтобы сделать конкретный вывод, одной недели мало, ребята. Нам нужно пробить и верхнюю границу этого индикатора и остаться над ней. Но с моей точки зрения, есть большой шанс, что мы увидим, как эта граница оттолкнет цену вниз. Может, это произойдет ни сегодня, ни завтра, но да Винчи говорил, что уже на этой неделе это возможно. Скорее всего, скоро мы увидим, как цена отскочит от этого уровня, и мы увидим последний слив на рынке. Потому что этот рост был слишком быстрым. И этот индикатор показывает такую же картину, но не забывайте, что и в прошлый раз цена тоже поднималась выше линии Realized Cap. Но не осталось над ней. И лишь со второго раза после слива цене удалось закрепиться над этой линией. Сейчас происходит практически то же самое, что и тогда. В этой важной точке технический индикатор EMA Weekly Ribbon и фундаментальный индикатор Realized Cap в совокупности показывают, что именно сейчас самое судьбоносное время. И учитывая то, что было в прошлом с большой долей вероятности, цена еще раз оттолкнется, и в последний раз рынок выдавит слабые руки в сторону. Но это не финансовый совет, конечно же, это только наше мнение. Мы можем и ошибиться. Если же мы ошибемся, то мы все равно будем самыми счастливыми людьми, потому что мы очень хотим, чтобы биткоин рос как можно скорее. Мы просто думаем, что крайний рост случился слишком быстро, а индикаторы и история подтверждают, что будет еще один последний слив. Но это еще не все, ребята. Эти технические фундаментальные индикаторы показывают на краткосрочную перспективу. Но если вы здесь нацелены на среднюю или даже долгосрочную перспективу, то вам нужно услышать, что сказал Олесио Растани. Ребята, Олесио Растани это известный трейдер-инвестор, у которого почти 200 тысяч подписчиков на ютубе. В одном из своих недавних видео он поднял очень простую, но интересную тему. Но тем не менее, это очень важно, потому что это совершенно противоположный долгосрочный индикатор. Что вы видите сейчас в средствах массовой информации, заголовки типа «Этот бычий рынок не имеет истечения срока действия». Мы видели что-то похожее на других рынках в 2007, 2008, 2000 и 2001 годах, как раз перед всеми известными крахами рынков. Как только вы видите, что СМИ говорят что-то похожее, это ясный индикатор для людей, говорящих о том, что нужно продавать. Итак, многие люди говорят, подожди, фондовый рынок и рынок биткоина находятся в позитивной корреляции. И это правда. Но это оправдывалось лишь на протяжении всего бычьего периода на фондовых рынках в 2009 и 2019 году сейчас. Биткоин никогда не видел медвежьей периоды на фондовых рынках. Этого еще не происходило. Но помните, что биткоин стал ответом рецессии в 2007 и 2008 годах. Поэтому можно предположить, что биткоин станет решением огромного количества проблем на фондовых рынках, которые создал этот бычий рынок без истечения срока действия. Если это так, то мы почти наверняка увидим новые капиталы, входящие на рынок биткоина во время рецессии. Если это будет валютный кризис, то параболические движения нас гарантированно ждут. Следующий фундаментальный индикатор, который сейчас становится сумасшедше позитивным, это объем торговли биткоинами на ОТС-площадках. Почти все развивающиеся страны сейчас наблюдают значительное увеличение объемов биткоина. Например, Аргентина, Чили, Колумбия, Доминиканская Республика и так далее. Поэтому использование биткоина в этих странах просто сумасшедшее. Как только мы увидим рецессию на фондовых рынках, люди начнут искать альтернативные способы хранить свое богатство, потому что даже доллар США не будет внушать должного доверия. Скорее всего, мы увидим такие же рывки на графиках и в развитых странах, причем не только на ОТС-площадках, но и на биржах. Поэтому сейчас я вижу долгосрочные оппозиционные индикаторы, долгосрочные фундаментальные индикаторы, говорящие о потенциальном бычьем рынке. А также фундаментальные индикаторы здесь и технические здесь, которые указывают на еще один последний слив на краткосрочную перспективу, после чего нас ждут огромные движения вверх, с нашей точки зрения. Это не финансовый совет, ребята. Итак, что вы думаете об этом? Настроены на падение или на рост в данной ситуации? Пишите ваши комментарии внизу под видео. А также не забудьте поставить лайк, если вам было интересно, потому что совмещать фундаментальные и технические индикаторы вместе, это действительно интересно, и немногие люди это делают почему-то. На этом у меня все на сегодня, ребята. Кстати, смотрю, у да Винчи вышел новый эпизод с ММ Крипто. Ребята, перевести его для вас? Пишите в комментариях, хотя я его, наверное, и так переведу. Ну да ладно, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео, комментируйте и обязательно богатеете. До скорого!